Доброе утро, дорогие друзья! Я сегодня снова с вами, с чашкой хорошего, крепкого кофе. И знаете, обманяя этот запах, запах кофе, я продолжаю размышлять над посланием к филиппийцам. Я очень люблю это послание, часто его читаю, часто его изучаю, и люблю разбирать его, как говорится, по косточкам. И мы уже говорим с вами на протяжении недели из этого послания, из второй главы. И сегодня снова мне хотелось бы, буквально следующий стих, после того, о чем мы разбирали с вами вчера, продолжить. Библия говорит, все делайте без ропота и сомнений. Другой перевод говорит, все делайте без бризжаний и пререканий. И знаете, я часто встречаю людей, особенно это люди, которые, ну, незрелые, которые, когда им что-то говоришь сделать, например, что-то необходимое сделать, например, я не знаю, пойти и исполнить какое-то поручение, я не знаю, сгонять, извините за такое сравнение, из-за такие слова, сгонять в магазин за бутылкой воды, я не знаю, там, пойти посетить кого-то. Они говорят, нет, я не хочу, я с этим человеком не общаюсь, я не буду, я не буду это делать. Почему это я должен делать? Почему не кто-то другой? Вы знаете, это напоминает мне моих детей, у меня их четверо. И когда я кому-то даю одному поручению, у них сразу же начинается спор, а почему я? Почему не она? Почему не он? Почему я? Вот почему должен это все делать я? И знаете, есть что интересно, кому не обратись, каждый из них поступает именно так. Почему? Потому что это не зрелость. Потому что это детство. И знаете, ладно, когда это так делают дети, но когда так поступают взрослые, это весьма обидно. А мы говорили вчера с вами о том, что Бог, Он направляет наши действия. То есть Он действует в нас, для того, чтобы мы исполняли Его волю. И очень часто Он направляет нас на исполнение своей воли. И что мы в ответ? Я не буду это делать. Я не хочу. Почему я? Поэтому исполняйте волю Божию. Не позвольте дьяволу, не позвольте вашей плоти украсть у вас, знаете, участие в Божьих делах. Участие, знаете, в том, чтобы получить впоследствии награды. Однажды я общался с одним человеком, и я попросил его заняться одним служением. Вы бы видели спор, который мне предстояло пройти. Он доказывал мне, что ему это не надо. Он доказывал мне, что он не хочет это делать. Но впоследствии, когда он начал это совершать, он сегодня самый счастливый человек. Он исполняет это служение. И я недавно буквально вспоминал ему об этом, говоря, послушай, ведь был момент, когда ты спорил и доказывал мне, что ты не хочешь это делать. Нет, почему? Я хочу. И я делаю. И я счастлив. Поэтому не все в нашей жизни с первого раза нам кажется хорошим и достойным нас. Но ничего страшного. Библия говорит, все делайте без ропота и сомнений. Все делайте без брюзжаний и пререканий. И тогда Бог благословит каждого из нас. С Богом! Хорошего вам дня! Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok